Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня в этом видео мы с вами поговорим о нашумевшем приложении, которое называется Clubhouse. Где взять инвайты, там что правда можно пообщаться с Иллнамаскс и что вообще там можно делать? На эти все вопросы я отвечу в этом видео. Итак, давайте начнем с самого начала. Что это за программа? Clubhouse это обычное приложение, которое, к сожалению, доступно только на айфонах, на андроиде и на других ресурсах. Пока что ее не запустили, не знаю почему. Для чего нужна эта программа и как она устроена? На самом деле интерфейс достаточно простой, красивый, лаконичный, в приятных оттенках глазу, и все достаточно просто. Но пока что в этом приложении есть большое количество минусов, но есть и огромное количество плюсов. Итак, поговорим, как это приложение устроено. Давайте мы при вас сейчас и откроем. И вот Clubhouse. У нас есть главное меню, которое выглядит так же, как и на айфоне. Имеется то, что у нас слайд влево, есть слайд вправо. Переходим на наш профиль. Здесь у нас так же устроено, как и в Инстаграме. Профиль на самом деле здесь не самая важная штука, важно то, что ты делаешь здесь. Количество подписчиков, небольшая информация. Кстати, интересный факт, что сейчас все пользователи Clubhouse копируют свои шапки профиля из Инстаграма и копипастят их сюда. Также здесь можно присоединить свой Твиттер, Инстаграм. Видно человека, который тебя добавил сюда и когда он тебя добавил. И также внизу уже у меня начинают отображаться группы, в которых я состою, которые могу прослушать. Теперь на главном экране у нас отображаются самые важные или самые релевантные топики, которые идут рядом. Хотя раньше их было, кстати, меньше. Сейчас их добавили больше. Он вроде бы как-то обновляется. Наверху есть даже менюшка по времени. То есть как календарик ты фактически можешь быть на связи и смотреть, что идет у нас сейчас. Что вы можете делать здесь? Во-первых, вы можете общаться с другими людьми. Практически как Zoom, только тут рандомные люди и, мне кажется, более адекватные. Хотя тут еще можно посмотреть, потому что было уже пару конфликтов, когда люди перегибали палку, а модераторов бесед здесь нет, либо есть только администраторы каких-то комнат. В общем, система еще пока не налажена, но я думаю, что в скором времени это все исправит. Как работает это приложение? У нас есть с вами говорящий, спикер и слушающий. Говорящий это может быть любой лектор. Допустим, это может быть Илон Маск, которого здесь тоже можно послушать, но пока что я еще не застала, хотя включила себе уведомление, чтобы, если что, я могла присоединиться к беседе. Здесь отключены любые сообщения, видео. Фактически это приложение заменяет нам обычные вебинары вживую. Здесь вы можете послушать лекции от маркетологов, психологов, может быть, каких-то философов, бизнесменов. Огромный выбор. Пока что здесь все бесплатно, я думаю, что в скором времени будут появиться платные инвайты, как они уже говорят, либо просто платные инвайты в комнаты для спикеров. Хайп, который появился вокруг него, на самом деле очень просто обоснован. В это приложение инвестировало огромное количество людей, и им нужно было как-то притянуть к себе внимание. Почему этот хайп получился и как это все сработало? Первоначально к этому приложению имели доступ только люди из Кремниевой долины, которые как раз таки спонсировали его. Тот же самый Илон Маск или Цукерберг, они присоединились к нему в начальных этапах и стали, так сказать, промоутерами этой программы, что и очень сильно повлияло на нынешний рост. Я видела людей, которые регистрировались 25 декабря, и это, конечно, очень интересно узнать, как и откуда у них получились эти инвайты. В общем, вся интрига затягивалась на то, что в Clubhouse могли подключиться только люди, у которых пригласили. То есть это, грубо говоря, нетворкинг или сарафанное радио, где друг друга кто-то приглашает. Чем раньше ты зашел в это приложение, соответственно, чем-то, наверное, влиятельнее или круче в этом обществе. Но находятся также люди, которые начинают перепродавать пригласительно, что, мне кажется, не очень правильно, потому что основная идея программы – это то, что вы можете делиться своим опытом, бесценным опытом и бесплатно. На самом деле, когда ты заходишь в это приложение, ты начинаешь даже немножко теряться, потому что кого слушать, как и зачем, потому что здесь столько много людей и разных людей. Например, есть журналисты, которые рассказывают о нынешних новостях. Можно общаться с людьми из разных стран, например, с разных континентов, на разных языках. Специально есть кружки, где вы можете общаться на любом языке, который вы знаете. Также есть какие-то философские клубы, назовем их так, или просто какие-то мастер-классы, где вы можете задать вопрос экспертам, например, маркетологам с Инстаграм. Я тоже такие беседы слушала. Очень занимательно, но, конечно, от такого перезбытка информации ты начинаешь уставать. Идея разработчиков составляет в том, что с помощью диалога или прослушивания вы можете получить более ценные знания или более тесный контакт с аудиторией. Мне очень нравится такая история, поэтому я думаю, что это будет интересно. И послушав пару таких лекций, мне это чем-то зацепило. Но опять же, из-за того, что там лекции идут подряд-подряд, друг за другом, и на разных континентах в разное время, ты боишься что-то упустить или от перенастощения информации тебе уже становится плохо. Поэтому нужно иметь меру и себя не кореть за то, что ты что-то не послушал или что-то пропустил. Это нормально. В любом случае, здесь огромное количество людей, которые готовы поделиться с вами опытом или, наоборот, пообщаться. И на этом все. Мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно для вас было интересным, полезным. И я ответила на все ваши вопросы, которые вас беспокоили. И, кстати, если вы хотите, чтобы я вас сюда пригласила, напишите в комментариях свой никнейм и расскажите немножко о себе. Мне было бы интересно с вами тоже пообщаться. Поэтому давайте общаться в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, потому что я старалась сделать это видео в сжатые сроки, чтобы оно было актуальным и полезным для вас. Спасибо большое за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok